библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте меня зовут дмитрий добыкин и мы с вами на портале экзегет мы с вами читаем книгу премудрости соломона и сегодня 14 глава эта глава продолжает критиковать безумие и суетность язычества и до и идолопоклонства для удобства мы разделяем книгу на несколько отрывков читаем отрывок потом я его толкую еще иной собираясь путь и переплывать свирепы волны призывает на помощь дерево слабейшая носящего его корабля ибо стремление к приобретению выдумал он и а художник искусство устроил но промысл твой отец управляет кораблем ибо ты дал и путь в море и безопасностью в волнах показывая что ты можешь от всего спасать хотя бы кто отправлялся в море и без искусства ты хочешь чтобы не тщетны были дела твоей премудрости поэтому люди верят свою жизнь малейшему дереву и спасаются проходя по волнам на ладей ибо вначале когда погублены были гордые исполины надежда миру управляем этой рукой прибегнув кораблю оставила миру семя рода богословенное дерево через которое бывает правда а это рукотворенное проклятое и само и сделаешь его за то что сделал а это тленно на а это тленно названа богом и браво равны ненавистный богу и нечестивец и нечестия его и сделанное вместе с отделавшими будет наказано посему и на идолах языческий будет суд так как они среди создания божия сделали с мерзостью соблазн душ человеческих и сетью ногам неразумным давайте разберемся почему там начинается слова еще потому что продолжается та мысль которая была в 13 главе идолы бесполезны почему потому что они не приносят никакой пользы однако здесь приводится еще один пример достаточно развернутый рассказ о корабле есть корабль кто-то собирается плыть строится корабль но те кто отправляется в путешествие обращаются к дереву к идолу и в этом тоже определенная глупость однако кораблем управляет не вот это деревяшка не этот идол а бог который готовит путь среди воды и как бы вот то что бог ведет корабль спасает его показывает что он промыслитель он управляет путем этого корабля более того он может спасти даже того человека который окажется в море однако сам не умеет плавать на корабле почему ну потому что ты бог не хочешь чтобы люди погибали а дальше рассказывая а вот мореплавание автор возвращается или так обращается к истории которая произошла в самом начале мира эта история с потопом во времена ноя здесь упомянуты гордые исполины которые погибли в водах потопа давайте остановимся сделаем такое небольшое примечание про этих исполинов когда мы слышим слова исполин чаще всего что мы представляем большого человека гиганта великана и время от времени так всплывает такая информация что вот нашли большие черепа или большие скелеты и что свидетельство о том что когда-то земле жили исполины однако вот это представление о том что жили исполины откуда оно взялось если обратиться к греческому тексту книги бытия где рассказывается об этих исполинах там действительно стоит слово гигантус но если обратиться к еврейскому тексту то там стоит другое слово которое правильнее бы перевести как герой или полубог среди язычников существовали такие легенды что иногда боги спускаются на землю вступают в интимные отношения с земными женщинами и от этого союза происходит вот такие полубоги или или герои как еще называют самый наверное известный из этих героев это геракл отцом который был здесь и вот цари некоторые возводят свой свой рот вот к такому полубогу вот их то и называют в священном писании исполинами эти исполины погибли водах потопа а бог с помощью корабля который был построен из дерева спас людей оставил миру семя рода значит в седьмом стихе автор так восклицает говоря о ковчеге благословенное дерево через которое бывает правду правда здесь он конечно говорит ковчеге но этот стих иногда используется как указание не только на ковчег но еще и на крест крест был деревянный и через него пришла правда божия дальше авторов снова возвращается к идолопоклонству он говорит что вот это рукотворенное проклято также проклят те кто делают это и поклоняются ему кто сделал кто поклоняется и кто придумал в конце концов на идолов физически будет суд здесь можно понять двояко с одной стороны можно понять следующее что так как за идолами стоят боги языческие боги а языческие боги судьбесы то бог будет судить вот этих бесов однако можно понять и ну и более просто что бог в конце концов уничтожит всех этих идолов потому что они мерзость соблазн и сеть ногам неразумным то есть существует идолы люди слышат об этих идолах понимают представляют о том что они являются и впадают выдала поклонством дальше автор говорит о том откуда берется идолопоклонство давайте читать дальше ибо вымысл идолов начала блуда изобретениях растления жизни не было их вначале вовеки они и не вовеки они будут они вошли мир по человеческому тщеславий и потому близкий сужден сужден им конец отец терзающий горькую скорбью о рано умершем сыне сделав изображение вот так как уже у мертвого человека затем стал почитать его как бога и передал под властным тайны жертвоприношения потом утвердившись временем это нечестивый обычай соблюден был как закон и по повелению властителей и звание почитаем было как божество кого в лицо люди не могли почитать по отдаленности жительства того отдаленное лицо они изображали делали видимый образ почитаемого царя дабы этим усердием польстить отсутствующим как бы присутствующему к усилению же почитание и не знающих поощрял очищание художника ибо он желая может быть уготить властителю постарался искусственно сделать подобие покрасивее а народ увлеченный красотой отделки не на они незадолго при тем почитаемого как человека признал теперь божеством это было соблазном людей потому что они покоряясь или несчастье или тиранцу несообщимое имя прилагали камнем и деревом давайте здесь разберемся значит автор говорит о том что идолы это начало блуда и растление жизни вот под блудом автор может иметь в виду две вещи с одной стороны он может иметь ввиду какой-то сексуальную распущенность ветхозаветный закон строго ограничивал и регулировал сексуальную жизнь чего не было язычников с другой стороны под словом будут священное писание иногда понимает отступление от истинного бога бог заключает завет со своим народом а еще раньше во времена но и он заключает завет с совсем человечеством а образ который используется для описания завета это брак и таким образом бог является мужем а народ является женою и они находятся в отношениях брака отношениях завета и вот когда народ отступает от истинного бога и начинает поклоняться другим богам вот это называется буду здесь возможно имеется ввиду и это также это доросление жизни вообще просто бездравственная жизнь неправильная религия неправильная вера ведет к неправильной жизни почему почему потому что человек не знает что правильно что неправильно он нарушает а даже если он понимает что делать чего-то не то он не знает как восстановить те отношения которые были разрушены в результате греха между ним и богом значит идолов то есть вот это идолопоклонство не было в самом начале и в конце концов они исчезнут откуда они появились по человечком тщеславия вот то слово которое у нас перенок от тщеславия лучше переводить мечтание лихимера то есть человек думал о боге и по ошибочности стал создавать идолов и кончится это тем что идолы погибнут и дальше автор объясняет откуда могли взяться идолы по одной по одному объяснению у человека был сын или вообще родственник этот родственник умер человек скорбя о умершем создает изображение и этому изображению к этому изображению начинает обращаться обращается постепенно почитание этого изображения приходит приводит к тому что этому изображение начинает поклоняться как идол 2 второе объяснение которое предлагает автор что где-то там далеко был правитель царь и люди которые почитали этого правителя решили сделать изображение этого правителя поставить и нашелся хороший художник который сделал очень красиво это изображение осталось постепенно этому изображению начали служить потому что он такое красивое и кончается тем что люди впадают выдало погонство вот автор излагая эти точки зрения он на самом деле придерживается того мнения которое было у древних древнегреческих философов один из древнегреческих философов считал что че язычество многобожие появилась из-за того что люди стали почитать или так почитали правителей древности каких-то великих героев и постепенно их обожествили вот это уже мнение придержится автор ну давайте дочитаем 14 главу потом недовольно было для них заблуждаться в познание о боге но они живя в великой борьбе неувежество такое великое зло называли миром совершая или дед убийственные жертвы или скрытые тайны или заимствование от чужих обычаев неистовое пиршество они не берегут ни жизни нечистых браков но один другого или коварственно убивает или прелюбодейством обижает всеми же безразличие обладают кровь и убийство хищение коварств росли не вероломство мятежка ли это преступление расхищение имущество забвение благодарности осквернение души превращив превращение полов бищи не браков прелюбодеяние распутство служение идолам недостойным именования есть начало причины конец всякого зла ибо они или веселять не стоят или прорицают ложь или живут беззаконно или скоро нарушают клятву надеясь на бездушных идолов они не думают быть наказанными за то что несправедливо клянуться не зато и друг но зато и за другое придет на них осуждение и за то что нечестиво мысли о боге обращаясь к идолам за то что ложно клялись коварно презирая святое ибо не сила тех которые они клянутся но судно согрешающими следует всегда за преступлением неправедных здесь автор говорит о том к чему приводит неправильная неправильная вера вот не надо конечно представлять да и наверное сам автор понимал что не каждый язычник является полным негодяем но если быть последовательным в язычестве человек рано или поздно придет вот к этому вот к этому нечестию и из своей религии он найдет оправдание этому нечестию то что творят язычники есть великое зло они воюют между собою потому что священное писание ветхого завета говорит о том что нужно любить ближнего но язычники находятся во вражде друг к другу и вот эту войну они называют миром что так и должно быть и дальше перечисляются те нечестия которые совершают язычники детские жертвоприношения было такое да действительно было некие скрытые тайны какие скрытые тайны неизвестно скорее всего речь идет о нестериях то есть о каких-то тайных культах и мысль продолжается про неистовство и пиршество потому что участники нестерии действительно устраивали совместные трапезы на которых ели и пили и впадали в какие-то излишества например культы связанные с богом виноделия дальше перечисляются о том что эти люди не берегут жизни они оскверняют браки они убивают они крадут делают всякое непотребство превращение полов это половые извращения в виде там гомосексуализма например вот обещание браков то есть брак должен быть моногамным и сохранять верность это все 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 нарушается и автор приводит приходит к выводу почему это происходит из-за до идолопоклонства те кто почитают идолов неистовствует или прорицают ложь среди идолопоклонников были те кто называли себя пророками которые что-то прорицали но на самом деле это все ложь эти люди живут бездрастно и нарушают клятву значит и вот про клятву автор останавливается говорит подробнее те люди которые нарушают клятву они же ведь клянуться своими богами а что получается они поклялись и тут же нарушили и при этом они не боятся быть осуждены почему потому что они прекрасно понимают что это бездушные идолы поэтому можно лгать обращаясь к своим богам они уверены что им ничего за это не будет но автор говорит нет нет все таки им будет наказание почему как бы несколько причин во первых они нечестиво думали о боге либо они вообще его не имели в своей своей голове своем разуме либо они хоть и понимали что есть истинный бог но неправильно о нем думали либо не поклонялись ему хотя понимали что он действительно существует второе за что будут наказаны эти люди здесь очень интересная аргументация значит те люди которые клялись именем своих богов и нарушали то они являлись преступниками против святыни потому что для язычников идола является святыню они попирают святыню то есть они нечестивы даже с точки зрения своего язычества тем более не надо забывать ну это если говорить про нравственную безнравственную жизнь с точки зрения священного писания христианского богословия когда бог создавал человека он вложил в него представление о правильном и неправильном в богословии это называется естественный нравственный закон и он есть у каждого человека сигнальной системой то есть системой которая сообщает что мы делаем правильно или неправильно является наша совесть то есть если мы живем правильно даже не зная истинного бога нам совесть говорит правильно если же мы делаем какие-то гадости нам совесть кричит что вот это неправильно конечно в результате грехопадения вот совесть естественно разный закон были испорчены и человек может не чувствовать того что он делает неправильно но все-таки у каждого человека есть совесть и у каждого естественно разный закон записан и когда человек нарушает вот эти общечеловеческие принципе жизни принципе нравственности тонн ему совесть вопит что так нельзя однако человек несмотря на этот вопль совести продолжает творить грех вот бог будет судить человека и основанием его суда будет вот как раз вот этот естественно разный закон и нарушение этого естественно раз на закона то есть суд божий все-таки будет справедливым здесь говорится об этом что те кто нарушает закон божий который написан на сердце он будет судим это будет справедливо мы с вами прочитали 14 главу спасибо за внимание меня зовут дмитрий берч добыкин и мы с вами были на библейском портале экзегет спасибо за внимание до свидания дмитрий берч добыча